У нас обесценилось вообще напрочь все. У нас рывок за рывком. И уже не на коленях, уже на животе лежим. Вот у меня 9 тысяч пенсия, 40 лет стажа. И что, много продуктов, да? Но мы их не можем купить, потому что завышенная цена. И каждый день вот рубль, там 2 рубля сверху. Мы не можем себе купить поесть-то нормально. А мы кому нужны? Владимир Владимирович, кому мы нужны? Вы нам в Сирию отправите, в тушенку. Вы нам же отправьте гуманитарную помощь с тушенкой. Я тоже есть хочу. Работы сильно нету. Бегаешь эти колы мы ищешь. Отправить нам конвой этот гуманитарный с тушенкой. Я хоть ребенка накормлю. Если у меня только коммуналка стоит 5 тысяч, заплати 5 тысяч туда. Купи продукты. Зайди в магазин, посмотри. Вот смотри, Вовка. Без тебя мне как ху**. Какие ценники в натуре с**. Мы живем в такой системе, что сейчас ко всему уже привыкли. Уже ничего не пугает. То есть, если у нас сейчас поползут вверх цены в магазинах, вас это не испугает? Нет. Почему не испугает? Ну, потому что у нас и так денег нет, чего пугаться. Вообще, все нестабильно и не знаю, что тебя ждет завтра. Почему у нас только падение, а нет подъемов? Ну, что-то во власти не так творят. Не так думают, не так все это, законы эти все. Ну, не так о народе. Ну, потому что наша страна это вообще производство. Две трубы, нефть и газ. Вот они ухватились за них, обросили все. Абсолютно заброшено все. Путин вызывал какое-то доверие, уважение. А сейчас Путин ли там, вот вопрос. И как бы творится в стране какая-то ерунда. Высшее образование обесценилось. Учителя сейчас вообще не авторитет для учеников. В медицину пойди, там неизвестно, вылечат ли тебя, потому что все купленные дипломы. Ну, как бы вообще я не вижу перспектив никаких, абсолютно.